Серёжа, ну давай какой-то ракурс интересный, ну если мальчики не умеют, ты же сможешь? Ну как-нибудь креативненько подай так, ну так, чтобы у меня ноги там длинные были. Ну креативно, нет, ну это, ну Серёжа, блин, я тебя тоже уволю. Это какой-то кошмар, ты что, снимаешь? О, блин, ладно. Ну скажешь, когда тогда, да? Окей, скажешь? Скажешь ты, скажешь? Ты точно скажешь? Все же думают, что у меня нет бумажки, а я с бумажкой. Ты что, всё снимаешь? Ты хоть монтировать умеешь? Всё, можно? Можно. Всем привет, ребята. Вы на канале Курносики. На самом деле сегодня у нас ситуация хелп, ситуация сос, потому что я сегодня главная звезда кадра, а Серёга сегодня главный оператор кадра. И причина простая. На обложке должно быть написано, что я всех уволила, и это, представьте себе, правда. Я действительно всех уволила. Я уволила весь продакшн в этот понедельник. Пришла, приняла это решение, что больше я не хочу работать с этими людьми, крайне признательно и благодарно мальчикам за всё, что они сделали, но наши дороги расходятся. И вы знаете, это как в отношениях, когда ты типа живёшь с кем-то и понимаешь, что тебе с этим человеком плохо, но женщина обычно как? Ну, найду кого-нибудь получше или мужчина, это секс даёт, там, это ещё что-то. А я вот приняла решение, что раз уж по-честному, раз уж как-то пробуждаюсь, то не нужно быть с теми людьми, которые тебе не подходят, которые смотрят на то, что ты делаешь как-то иначе, которые хотят чего-то другого больше, чем ваши общие цели. И поэтому мы пришли в понедельник и приняли решение расстаться. И у нас не осталось никого в продакшене, но у нас осталась я, остался Серёжа, остались наши камеры, аппаратура. И самое главное, осталось понимание того, какими мы хотим идти дальше и с кем мы хотим идти дальше. И поэтому сегодня я решила быть честной и снять этот выпуск «Всё, как вы любите», где много меня, где много полезного контента, где ничего больше не будет, но этот выпуск выходит, несмотря ни на что. И эта неделя была для меня мега непростой. Я уже не знаю, что там, коридор затмений, что происходит. Но, конечно, произошло всё, что только могло. И если вы смотрите чужие YouTube-каналы, то вы наверняка видели эту интересную историю о том, как я где-то появилась и где-то исчезла. И, наверное, когда-нибудь на своём большом выступлении я обязательно расскажу what the fuck, что было. Но сегодня я решила посвятить этот выпуск, надписи, которую вы, скорее всего, забыли прочитать внизу, но она есть. Я хочу сегодня поговорить о персонале, потому что эта тема очень болючая. Все хотят знать два вопроса, людей в основном интересуют. Первое – как найти классную интересную работу, как туда устроиться. И второе – это как найти нормальных, адекватных сотрудников. И я решила сегодня об этом поговорить, потому что это моя личная боль. Это моё уже понимание за 10 лет практики в бизнесе. И сегодня я хочу рассказать вам о том, как это происходит у меня. И, пожалуй, начну с ключевых вещей, как вообще подобрать себе в команду людей или как вам попасть в хорошую команду, чтобы вам там нравилось. Для меня есть три основных критерия. Первый критерий – это момент ценности. Вы наверняка это уже много раз слышали. Что значит ценности? Ценности – это прежде всего понимание, что мы хотим одного и того же. Что для нас важны одни и те же вещи. И это не означает, что у наёмного сотрудника такая же цель, как и у владельца. Это означает, что наёмному сотруднику интересно развиваться в том, в чём он развивается. Что если ко мне приходит оператор, то ему интересно научиться снимать круче. Ему интересно делать интересный монтаж. Ему интересно придумывать что-то новое, пробовать. То есть самому в этом расти. И ему нравится делать это для моего канала. А он не сидит и не мечтает о том, что когда-нибудь он станет великой звездой. И, наверное, его куда-то пригласят все модные клубы страны. И все мальчики будут ему аплодировать. Или девочки. Тут уж кому как больше нравится. Так вот, для меня этот фактор очень важный. Поэтому первое, на что вы должны обращать внимание, это то, что человек, который к вам приходит, у него в резюме не написано, что он готов быть гадалкой, поваром, няней и теоретически оператором. Потому что ему кажется, что на кнопку нажать это не так уж сложно. Это первый момент. Второй момент – это адекватность. Это то, когда вы можете совместно переживать победы, какие-то проигрыши, когда происходят все люди, разные происходят ситуации и личного характера, и рабочего характера. И в бизнесе есть удачные времена, и неудачные времена. Все бывает. Но момент адекватности, когда вы разговариваете, когда вы слышите друг друга, когда вы не обвиняете друг друга, когда вообще один человек способен услышать второго, и вы находитесь на одной волне. Для меня это второй фактор. Если человек изначально вообще меня не слышит и меня не понимает, конечно, в команду он никогда не попадет. И третий момент – это профессионализм. Что такое профессионализм? Часто бывает такое, что к нам приходят люди, которые на сегодняшний день не дотягивают до того уровня, которого, например, я бы хотела видеть в своем команде. Будь это маркетинг, будь это менеджер, будь это оператор. То есть я понимаю, что человек еще не дотягивает. Но ведь я тоже в чем-то не дотягивала. И изначально, когда что-то начинала делать, невозможно быть супер-профи. Но когда у тебя есть желание, когда тебе страшно нравится то, что ты делаешь, то нет ничего невозможного. Я сама частенько ночами сижу, изучаю какую-то тему, когда она мне интересна. Я хочу делать это лучше. Я понимаю, что да, в этот раз у меня не получилось, но в следующий раз я попрактикуюсь. И этот процесс не растягивается на 5 или 10 лет. Это процесс очень быстрый, потому что, когда вы по-настоящему чем-то увлечены, вам самому интересно это делать. Вы делаете это не для кого-то, не для своего работодателя. Вы прежде всего это делаете для себя. Если мне интересно снимать, если мне интересно монтировать, то это мои навыки, это моя любовь, это моя страсть. И я прежде всего это делаю для того, чтобы было интересно. Но когда у меня есть возможность не просто делать это для себя, а еще и показывать другим. То есть у нас частенько бывает такое, что мы для себя, мы как бы понимаем, что, например, для себя я хочу выглядеть классно. Но это не всегда для всех весомая мотивация. Но когда, например, в жизни появляется партнер, вам кто-то понравился, то мотивации становится значительно больше. И вы начинаете развиваться круче. То же самое в работе. Вы можете думать, ну блин, я бы сделал кому-то маркетинг. Ну там, или я бы снял кому-то видео, я бы хотел в этом развиваться, но вот у меня недостаточно мотивации. И тут вы понимаете, что вы попадаете в классный проект. И у вас теперь появляется зритель. Ведь зритель даже в тренажерном зале творит свои чудеса. Потому что когда появляется зритель, у вас плечики автоматически распрямляются. У вас включается момент того, что вы делаете. Вы уже не будете там сильно сидеть, втыкать. Это абсолютно нормальный момент. Итак, есть три ключевых фактора. Повторяю. Первое – это ценности. Второе – это адекватность. И третье – это профессионализм. Что из этих качеств важнее? Важно все. Потому что, если, например, у вас изначально отсутствуют ценности, вы в принципе, ну вы не должны брать таких людей в команду, и такие люди не должны попадать в команду к нам. Второе – если нет адекватности, это тоже сложно. Профессионализм, можно сказать, что без него можно прожить. Но это неправда. Потому что для меня момент профессионализма заключается в том, что да, один раз мы можем прийти, какой ветер появился, один раз мы можем прийти и, например, запороть звук. Ну, забыл, не понял, ладно. Но когда это происходит постоянно, это говорит о том, что человек профнепригоден. Потому что учиться на своих ошибках можно, но повторять их ежедневно, регулярно и постоянно говорит о том, что ты совершенно имеешь другие ценности, у тебя нету желания расти, развиваться, и это непрофессионально. Поэтому на эти вещи обязательно обращайте свое внимание. Я так держу микрофон, будто бы он может улететь. Но, может быть, Мэри Поппин сейчас спустится. Итак, я надеюсь, что эта часть вам очень ясна и понятна. Тогда поехали дальше. Вопрос номер два. Как попасть на работу, где тебе будет хорошо? Я специально записала себе все, чтобы ничего не забыть. Первое, это очень важно понять, на какую работу ты хочешь. Я уже говорила о том, что очень часто такие странные вещи, когда человек сам не понимает, чем он хочет заниматься. То есть вы, по крайней мере, на какой-то период времени должны определить, в чем бы вы хотели себя попробовать. Дальше. Ваша задача найти компанию или конкретного человека, где, как вам кажется, вы бы могли реализовать свои навыки. Если вы еще новичок, если вы еще ничего не умеете, ваша задача просто туда попасть любыми способами, то есть платно, бесплатно, обещать все, что угодно, стараться, но все-таки попасть в эту компанию. Если вы очень маленький, не стремитесь, ну, еще ничего из себя не представляете, закончили какие-то курсы, не стремитесь сразу на большие должности, вас никто не возьмет. Но помощник, помощника, помощника, теоретически вы можете пройти. С чего лучше начинать? Если вы в чем-то не уверены, вы еще не супер-профи, да, там, или, ну, вы не уверены, давайте так. Важно оговорить пробный период. И сразу же сказать работодателю, что я готов на пробный период. Пробный период подразумевает, что вы работаете бесплатно или за какие-то очень символические деньги. Тут у каждого работодателя свои правила. Но ваша задача не продержаться пробный период, а доказать, что вы классный, показать, что у вас есть те качества и навыки, которые важны, показать, что вы растете над собой каждый день, показать, что вы занимаетесь этим, что вы живете этим, что вы занимаетесь этим не рабочее время. Не работай, а своими навыками, необходимыми для того, чтобы вы в этой теме развивались. Это очень важно. Самое главное, вот этот ежедневный рост. Будьте смелым, берите вызовы. Я иногда наблюдаю, что у людей не все получается, которые к нам приходят. Но когда я вижу, что человек инициативен, и он добивается своей цели в результате, и он не останавливается, это вселяет уверенность. Вы должны понимать, что когда вы куда-то устраиваетесь на работу, у вас есть некое представление о том, как это должно быть. Вам кажется, что это так работает, вам кажется, что там такие люди, вам все кажется. Но то, что нам кажется, и реальность сильно отличается. И вы должны понимать, что бывает так, что отличается слишком сильно. Но это тоже не повод брать и отказываться сразу, и уходить через неделю. Дайте себе срок, месяц. Скажите, я иду и месяц собираюсь продержаться. Потому что, безусловно, мы всегда сталкиваясь с чем-то неожиданным для себя, новым, у нас очень часто есть желание сбежать, побыстрее убежать куда-то, побыстрее отказаться от этого. У меня не получается, это не мое, я не буду. Я в жизни для себя взяла такое правило, что если ты пробуешь, дай себе месяц, дай себе возможность прочувствовать и понять. И очень часто бывает, что через неделю, через две, я понимаю, как круто, что я приняла этот вызов, что я смогла себя победить, и я смогла начать делать что-то новое. У меня, наконец-то, пошли какие-то новые действия. Потому что для того, чтобы что-то изменилось, мы не можем продолжать делать то, что мы делали раньше. И не всегда нам это легко дается. Поэтому просто важно для себя сделать такую установку. Продержитесь месяц и там посмотрите. Задайте себе вопросы. Что именно мне не нравится? Почему меня это смущает? Связано это с работодателем или связано это со мной? Я очень много раз наблюдала за людьми, которые годами ходят и чем-то пытаются новым заняться, но дело совсем не в профессии и не в компаниях, в которые они приходят. Дело в них самих. Дело в том, что они сами по себе ни на что не способны. Так дайте себе честный ответ. В чем проблема? В вас или в компании? Следующий пункт, который мы обсудим, это как найти персонал? Где его брать? Удивительно, но этот вопрос по-прежнему является актуальным. Есть несколько ключевых для меня способов. Первый, это безусловно сайты работы. Сейчас в основном везде стали платные вакансии. Это нормально. Поэтому, если вы действительно стремитесь кого-то найти, уж возьмите, потратите там 10 долларов за вакансию и четко опишите, какого человека вы хотите видеть. Помните о том, что зарплату очень часто указывают не минимальную, а как раз максимальную, с учетом того, что человек сможет зарабатывать при условии, что он будет работать. Особенно это касается продажника. Второй момент, это безусловно социальные сети. Я использую этот инструмент, потому что бывает такое, что меня читают люди, которые уже знают, которые хотят у меня работать. По крайней мере, они более теплые, и когда они приходят, они уже знают и особенности компании, и особенности моего, например, личного характера, что тоже является хорошим делом. Поэтому этот способ я тоже всегда использую. Нужно быть готовым к тому, что будет приходить много шлака. Уж простите. Приходит большое количество людей, у которых есть абсолютно разные истории. Например, кто-то работал долгое время в какой-то компании, человеку платили деньги, повышали зарплату, потому что к нему привыкли, потому что он выполнял какой-то объем работ. Где-то кому-то просто повезло, и вот человек приходит, из себя особо ничего не представляет. Например, он работал в маркетинговом отделе, где он публиковал какие-то посты и тратил маркетинговый бюджет. Ему там платили, например, 500 долларов или 1000 долларов. И вот он приходит к вам, и он считает, что он этих денег стоит. Это как бы неадекватная история. Бывают люди приходят вообще совершенно из категории того, что работала няней, но тут услышала, что можно быть оператором. То есть бывает абсолютно все, и нужно понимать, что если вы пересмотрите 20-30 человек и найдете одного, вам уже повезло. Обычно статистика такова, что на соточку приходит один тот самый. Просто понимайте это, и будьте к этому готовыми. Что касается зарплат, как им платить? Если я беру, например, должность менеджера по продажам, то безусловно здесь есть либо минимальная ставка и процент от продаж, либо только хороший процент от продаж. Это, конечно, не нравится продажникам, но момент такой, что наша задача платить продажникам не за то, что они обрабатывают заявки или кому-то звонят, а за то, что они продают. И для того, чтобы у них была мотивация, можно давать им какую-то нормальную сумму денег, чтобы им это было выгодно, и давать минимальный план продаж. Если человек умеет продавать, поверьте, его это не испугает, он будет классно продавать. Если человек не умеет продавать, то мы сохраним свои деньги и сохраним свое время, потому что не будем платить ему ни за что. Если брать другие должности, то здесь, безусловно, уже устанавливаются те лимиты, которые для вас являются приемлемыми, какие-то зарплаты. Мы всегда даем изначально среднюю заработную плату по той специальности, на которую мы ищем человека. И затем уже начинаем повышать эту зарплату со временем, когда видим, что человек держится, что человек работает, что он старается, и что самое главное, он становится лучше. Если вы каким-то образом можете закрепить человека с моментом того, чтобы его работа влияла на продажи, может быть, не прямым, а косвенным способом. Например, он очень круто снимает, это мечта моего режиссера-оператора, который круто снимает, который делает такой контент, когда вы пишете в комментариях, вау, как круто, блин, как круто это подано, как здорово, это вообще у вас не так, как у всех. Это дает для меня причину повышать зарплату или, возможно, давать этому человеку уже процент от продаж, которые мы делаем в компании, или давать ему бонусы, премии за то, что он влияет на продукт, и это видно. Вот это как бы очень важный фактор. Если человек, не важно, Петя, а завтра Вася, и вы понимаете, что разницы никакой нет, то, конечно же, причин для того, чтобы повышать человеку заработную плату нет. Поэтому, если вы работник, вы должны это понимать и дать своему работодателю причины платить вам больше, не просто потому, что вы уже тут работаете 4 месяца. Это, конечно, очень хорошо сегодня, но, поверьте, не самый важный и ценный фактор. Теперь вернемся к теме резюме. Резюме кажется всем очень важной частью. Я помню, даже были тренинги, как составлять резюме, как их писать там, как понравиться. На самом деле, вот эти все тирады, которые вы пишете, по большому счету, ну, для меня лично не имеют особого значения. Возможно, если вы идете куда-то там в очень профильные места, это будет очень круто, там, я не знаю, какой-то юридический или еще что-то, но для меня вообще это не имеет значения все, что написано. Для меня имеет самое главное значение то, что вы умеете. Да, конечно, я посмотрю, если у вас есть какие-то классные компании, в которых вы работали, какой-то опыт, это будет для меня плюсиком, чтобы вас пригласить. Но помните о том, что мне вообще наплевать, есть ли у вас высшее образование, там, сколько этих высших образований. Меня это даже напугает, есть ли у вас их 3 или 4 или 5. Я пойму, что вы человек, который почему-то постоянно учится, но вдруг присылает мне на вакансию, как очень часто бывает, который вообще не имеет отношения к тому, на кого вы учились. И, ну, собственно, это не главная проблема. Самое ключевое, это то, что многие боятся и говорят, вот мне нужно высшее образование, без него никуда не берут, это абсолютная глупость. Сегодня имеет значение только одно, что вы умеете. Поэтому, если вы придете ко мне без какого-либо образования и скажете, я классный оператор, я просто дам вам камеру, встану в кадр и через 5 минут мы увидим, какой вы оператор, мы сделаем монтаж, я увижу это на деле. То есть, если вы сама учка, это чудесно, это прекрасно. Вопрос, что вы умеете, а не какими корочками вы обладали или у кого в компании вы сидели. Бывает, например, если мы говорим сегодня об операторах, пишет телевизионщик, я 20 лет стоял за камерой и в итоге он не умеет сделать титров, он делает очень простые планы и ты думаешь, чувак, ты 20 лет тупо просрал в своей жизни. Поэтому помните, что это вообще не влияет. Когда вы попадаете на собеседование, ваша задача понравиться работодателю так или иначе. Будьте честным, будьте откровенным. Помните о том, что вы приходите и вы рассматриваете вариант, как работодатель рассматривает, взять вас или не взять. Это как такие отношения на какой-то период времени. Будете вы вместе или нет. Глупо говорить человеку, с которым вы хотите отдать ему какую-то часть своей жизни, что, например, вы очень любите кабачки, если вы их ненавидите, или что вы будете есть мясо, когда вы вегетарианец. Я очень часто слышу какие-то вещи, когда понимаю, что человек просто врет. Поэтому будьте честными для того, чтобы ваши взаимоотношения сложились лучше всего. И переходим к следующему вопросу сразу же. А как же проводить собеседование? Что такого спрашивать? Во-первых, вы должны определиться изначально, какого человека вы хотите. По качествам, опять-таки, по ценностям, по профессионализму. Поэтому вы можете задавать абсолютно любые вопросы. и про личную жизнь, и про то, о чем человек хочет, и про то, что он умеет. Я всегда, например, пообщавшись, если я вижу, что человек открыт, и все как бы классно, то есть он мне резонирует, я всегда даю тестовое задание. Потому что то, что человек говорит, и то, что человек делает, это абсолютно две разные вещи. Если ко мне пришел маркетолог, значит, я ему даю какое-то задание и смотрю, как он отреагирует, насколько быстро он выполнит тест. 80% людей не выполняют тесты. Это говорит о том, что этот человек с моими ценностями не совпадает. Потому что, когда я хочу, например, попасть в какой-то проект, иногда меня приглашают на какие-то кастинги, я всегда выполняю задания, которые мне дают, если этот проект неинтересен. Если он мне неинтересен, я ничего не выполняю. Поэтому, когда человек не хочет выполнять тестовые задания и аргументирует это тем, что сейчас я вам открою супертайну или напишу суперсценарий, или вдруг я сниму супервидеоролик, а вы его загрузите, и вы разбогатеете после этого, то, конечно же, я понимаю, пути у нас разные ценности и ничего не происходит. Поэтому выполняйте тестовые задания, просите тестовые задания, если вы хотите попасть на работу и проявляйтесь в этих тестовых заданиях. Старайтесь показать себя с наилучшей стороны оперативно, быстро. Я всегда, например, ценю скорость, качество, то, как человек подготовился к этому, то, как он проявился в том мастерстве, которое нужно. Если это оператор, то мне не нужно, чтобы он написал еще очень классное сопроводительное письмо без ошибок. Он не контент-менеджер у меня, он должен классно снять. То есть не заморачивайтесь теми вещами, которыми не нужно. Но если вы приходите и вам лень, и вы считаете, что вы суперпрофессионал, и вот вам лень как-то проявляться, и вы уже весь такой, вы зажранный, вы зажранный человек, которому не место в моей компании. Обычно так я говорю. Или мы сейчас вам расскажем нашу суперидею, и ваши суперидеи вообще ни черта не стоят. Запомните, все суперидеи давно написаны в интернете, и я могу вам нагенерировать миллион суперидей. Вариант и ценность не в суперидее, ценность в ее реализации. Поэтому помните о таких вещах. И если вы ментально как бы не готовы, если для вас это все проблема, все. На собеседовании я могу спросить все, что угодно. Где вы работали, сколько вам там платили, с кем вы спите. Опять-таки, я всегда проверяю на то, как человек реагирует. Потому что на любой вопрос можно ответить с чувством юмора, которое лично для меня важно. Иногда бывают такие женщины, когда я захожу на собеседование, они сразу оскорбляются. Я еще не успеваю слово сказать, но они уже оскорблены. Им уже кажется, что я пришла на них наезжать. В этом случае я понимаю, что вопрос адекватности лично для меня он отсутствует в человеке. В человеке такое большое количество комплексов, что я еще не успела зайти, а ему уже кажется, что я его ненавижу, что я там вообще о нем думаю, хотя может быть мне вообще пока что все равно. Пока вы не завоевали мое сердце, мне вообще ровным счетом на вас все равно. Если вы завоевали мое внимание и уважение, конечно, я всегда буду сражаться за вас и считать вас самым классным, это нужно завоевать. Человек считает, что его по определению должны уважать. Запомните, если вас не за что пока уважать, вы просто пустое место в мире. Точно так же, как я для вас, точно так же и вы для меня. Это есть нормально, тупо ходить по улице и обижаться на то, что эти люди вас не уважают. Ну, у вас какая-то проблема с самооценкой, нужно поработать над этим, поэтому не загоняйтесь, ребят. В целом, я надеюсь, что эта информация каким-то образом вам поможет. Если у вас есть вопросы по персоналу, пожалуйста, пишите их под этим видео, я вам обещаю, что я постараюсь на них, на всех вам ответить и отписаться. Повторюсь, что работа это часть жизни, это реализация. Например, для меня моя жизнь не делится на работу и на отдых, на какой-то досуг. Нет, для меня работа это часть реализации моих талантов, часть жизни, в которой я реализовываюсь, большая часть. Поэтому мне очень не хочется всегда видеть в офисе каких-то недовольных, несчастливых, несчастных людей, которые пришли сюда исключительно, чтобы получить деньги и они ненавидят меня и мечтают о чем-то другом. Для меня это трабл. У сотрудников, когда-то я была на тренинге у своего наставника, и он сказал очень классную фразу, что у сотрудников есть такая тема, срок годности. Это как на банке молока, знаете, стоит срок годности и вот когда срок годности подходит ближе, ближе и он истекает, мы можем, конечно, себя уговаривать, что молоко не скисло, но мы видим, на нем уже появляются хлопья, оно уже начинает терять свою консистенцию. И вот нам очень сильно не хочется в это верить, нам очень хочется свежего молочка. И мы как сотрудника, мы видим, что наш сотрудник, первое, у него меняется выражение лица, он становится недовольным, у него есть проблемы, он занят, он не отдается работе, он начинает жаловаться, его начинает что-то раздражать, мы это видим, но мы начинаем себя уговаривать, и мы это молочко встряхиваем там, начинаем сначала ложечкой удалять эти хлопья, но ведь молоко уже начало киснуть, и вот этот момент он начинает происходить, и если мы вовремя не избавляемся от этого продукта, мы в конце получаем вот эту вот вонючую кашу. То же самое происходит с сотрудниками, поэтому когда вы видите, что начинает происходить проблема, вы можете поговорить с сотрудником, но если это не меняется, то с ними нужно расставаться, для того, чтобы не портить друг другу жизнь. Очень сложно стать крутой компанией или достичь больших целей, когда рядом с нами сидят недовольные люди, люди, которые здесь из-за денег, люди, которые здесь непонятно по каким причинам, то есть так же, как и в личной жизни. Поэтому для меня этот фактор очень и очень важен, и я предпочитаю полностью этот аппендикс от себя отрезать, отрывать и начинать все с чистого листа. И я сегодня рассказываю вам об этом, чтобы вы знали, что переживаем мы, что мы проходим через такие же вещи и что, если я декларирую то, что я честная и декларирую то, что я не хочу находиться рядом с людьми, которые меня не устраивают или которых не устраиваю я, но, возможно, я смелее, то я это делаю и говорю вам об этом. Поэтому я искренне надеюсь, что наша команда скоро пополнится новыми людьми. У нас уже сейчас происходит собеседование, потому что сложно, нам надо быстро найти ребят, но в то же время нам важно, чтобы это были классные люди. Возможно, нас сейчас смотрят хорошие операторы, монтажеры, мне бы очень интересен оператор-режиссер, вот с режиссерским взглядом. Мне интересны классные сценаристы, потому что у нас есть много идей сейчас по направлению изменений формата нашего шоу, потому что, безусловно, нужно постоянно меняться и в жизни, и в YouTube тем более. Если есть такие ребята, обязательно пишите, может быть, вы кого-то знаете. Все, что касается операторов, мы ищем в штат. Если это сценарист, это может быть удаленка. Но вот те ценности, которые я продекларировала, они для меня крайне важны, крайне важны. Если этого нет, то тогда лучше не писать. Теперь, что касается нашего шоу. Все задают этот вопрос, а что шоу, а что с участниками, это сложный вопрос, но я могу сказать о тех участниках, которые есть. Все задаются вопросом про Юлиану. Помните, Юлиана открывает ресторан, и что же она так зависла? У нас с ней первая встреча была, по-моему, в октябре, в конце, и Юлиана сказала о том, что вот к декабрю они хотят открыть ресторан, мы сказали им тогда, что через годик будет все окей. На самом деле, похоже, что все к этому и близится, они уже перестали сжать на газ, но завтра у меня состоится съемка с Юлианой, с командой, еще с одним очень классным человеком, и я думаю, что на следующей неделе вы уже увидите, что произойдет. Мы завтра нанимаем команду, тоже будет у нас такой интересный экспириенс. Посмотрим, что произошло у них, на каком этапе с рестораном все обстоит, вы это все увидите своими глазами. Что касается Polaris, обувного бренда, ребята работают, работают медленно, работают не так, как бы нам хотелось, но команда их дожимает, и сейчас все, что касается интернет-маркетинга, это как бы ключевая наша была концепция, они это все медленно делают. Дело в том, что я уже неоднократно говорила, что бизнес это не всегда, знаете, очень весело и быстро, и очень много зависит непосредственно от участника. Когда участник сам рвет и мечет, когда он готов выдавать быстрые результаты, мы готовы делать это со своей стороны. Но когда люди приходят и живут в своем темпе, со своими проблемами, и мы не можем ничего особо делать, например, Лена в какой-то момент отказалась от того, чтобы я вела дизайн и начала сама напрямую работать с дизайнером, соответственно, я сняла с себя за эту ответственность, я готова выходить на связь, но как бы Лена выбрала какую-то другую тактику. Окей, все имеет место быть, поэтому мы сейчас думаем над нашими новыми участниками, мы уже понимаем, как по-другому будем работать с людьми, которые к нам заходят, но в принципе сейчас занимаемся абсолютно разными интересными проектами, работаем с различными компаниями, брендами, маленькими, большими начали сейчас общаться, для того, чтобы делать классный бизнес-контент, потому что я все-таки надеюсь, что не дойду до того момента, когда я все плюну, разденусь, лягу в ванной с шариками, буду дуть жуйки и собирать миллионы просмотров и лайков. Я все-таки очень хочу остаться с умной и думающей аудиторией. И, наконец-то, самый важный момент, который я хочу еще сказать сегодня для вас, это то, что я проехала уже несколько городов со своим тренингом пробуждения. Это оказалось для меня просто невероятным наслаждением выступать вживую, видеть вас и работать с вами над теми программами, убеждениями, которые мешают вам быть успешными и в бизнесе, и в личной жизни. К сожалению, у многих из нас еще с детства заложены такие программы, как много денег нельзя заработать, где их взять, можно только ртом заработать, очень много всяких ограничений и в личной жизни в том числе. Я не могу быть счастливой, я не могу быть красивой, из-за этого мы толстые, страшные, несчастные, нелюбимые и так далее, и так далее. И вот когда я начала выступать на живых тренингах на эту тематику, проводить различные упражнения, я поняла, как это людям важно, нужно и как это прет лично меня. Поэтому на этой базе я сейчас запускаю онлайн-марафон пробуждения, потому что огромное количество людей мне пишет из разных городов, которые на живые тренинги не могут попасть, потому что я туда не приезжаю. Я решила запустить онлайн-марафон 21-дневный, где каждый день мы будем заниматься упражнениями, конкретными техниками и раскрывать темы, которые позволят вам избавиться от этих негативных установок, от обид, понять себя, простить себя, поработать со своими родителями, над отношениями со своими родителями и заложить в себе тот фундамент, который даст вам возможность уже затем заниматься бизнесом, заниматься своей личной жизнью, чувствовать себя счастливыми. Очень классная история, и я сейчас очень этим воодушевлена, и я приглашаю вас всех. Мы стартуем 15 июля, первый поток. Я оставлю обязательно ссылочку под этим видео, для того, чтобы вы смогли приобрести участие. Оно стоит символических денег, я не завышала специально цены, но одно участие я, конечно же, разыграю среди всех тех, кто сегодня посмотрел это видео, и кто напишет мне комментарий, почему для вас важно это пробуждение, почему вы хотите быть на этом марафоне. Затем я, конечно же, хочу вас попросить написать мне о том, каким бы вы хотели видеть мой канал, чего вам не хватает, потому что вы всегда являетесь для меня главным катализатором. Я недавно обнаружила, что вы у меня мега крутая аудитория на сравнении. Почитала себе комментарии на других каналах, я вдруг поняла, что меня смотрят самые крутые люди, потому что такие комментарии, как вы, не пишет никто ни одному своему блогеру. Я вас обожаю, очень люблю, я вам благодарна за поддержку. Я благодарна Сергею за то, что он встал по ту сторону камеры, хотя не делал этого сто лет. И мы еще раз доказали, что что бы ни происходило в нашей жизни, мы готовы побеждать и идти до конца. И несмотря на ветер, несмотря на то, что мы не умеем снимать, мы все равно умеем побеждать, потому что это наш бизнес, это наш YouTube канал, и это наши зрители, и вы привыкли смотреть выпуски по воскресеньям, а значит, этому выпуску однозначно быть. Обязательно подпишитесь на наш канал, потому что мы не намерены отступать. Я вам обещаю, что все у нас будет так, как я придумала. А я придумала миллион, двадцать тысяч стадион, и, как сказал наш бывший президент, стадион так стадион, Ермилова так Ермилова. Все, ребят, пошла работать и искать новую команду, чтобы в следующий раз не позориться. Пока!